Куратор Музея Народного Дизайна. Да, там, ну, электромузеев, да, там, Чернышов, значит, ну, куратор Музея Электронного Искусства. То есть, как бы, на самом деле, действительно имеет смысл говорить о вот этом завтрашнем дне, в котором художники, собственно говоря, станут во главе этого, снова станут во главе процесса. И каждый художник, может быть, даже не один музей, а несколько музеев, ну, как бы, создаст. Вот, значит, вот сейчас, сегодня у меня, значит, в этой коллекции музеев будущего 25 музеев уже, там, Дмитрий Ультров, естественно, делает музей Ившица. Вот, то есть, это увлекательное дело, и мне кажется, что сейчас время резко менять места. Резко менять местами, и снова выдвигать какого-то художника на первое место. Ну, и я, значит, по поводу художника и куратора, и несколько слов по поводу того, собственно говоря, вот, участия, «Армитажа» в Венецианском районале, о поведении. При этом я хочу, чтобы все понимали. Я Шишкина, Хмусая, любил еще, когда не знали такого имени и ни один из трех участников. Вот, я к большим притетам отношусь к Сахурову и от Роскову. После сегодняшнего, кстати, троллинга, полюбил, можно сказать, и комиссара нашего. Но вот Оля Шишко, когда говорила о участии Пушкинского музея, она как-то так четко зафиксировала. Мы любим современное искусство. И вот понятно, люди любят современное искусство, люди пришли на смотр современного искусства. А что мы слушали здесь? Мы не любим современное искусство, мы считаем, что современного искусства нет. Или мы считаем, что это, ну, как-то балаган. Но мы почему сюда пришли? Почему пришли? Непонятно. Сейчас на Московском Пьеннале два павильона. Одна там Ларила, а другая – это дочка Алиева. А другая – это какая-то принцесса Саудовская. Почему они пришли в современное искусство? Ну, понятно, да? То есть у них-то выбор огромный. Не то, что угодно, да? Да, наверное, современное искусство так или иначе наше беда в каком-то смысле, что мы стали очень популярны, что к нам захотелось даже Эрмитажу прийти. Зачем Эрмитажу? Непонятно. То есть я, может быть, соглашусь с тем, что Эрмитаж – это мощная институция, по сравнению с которой наши проекты несерьезные. Но зачем тогда Эрмитаж тогда пошел? Зачем Кабакова, который, собственно, представлял в Константском Пьеннале Россию, получил приз, и он себя выставил непонятно? Теперь что получилось? Ведь на самом деле не Эрмитаж получился Кабакова, а Художественная Академия. Но это ученические работы. Кроме хорошей, действительно, кстати, если бы это видео было в огромную стену, без вот этого антуража, ну, может быть, я бы сказал, что, как бы, там, не очень, как бы, понятно. И что-то, ну, по крайней мере, это было понятно, потому что это хорошая работа человека, который понимает, что он делает. Но вот то, что все остальное, я вот, что такое делали на дипломных проектах художественных академий. А когда диплом защищался, это все выбрасывалось. Не выбрасывалось? В музее-экадемии их тоже занимает? Да? Там, наверное, много работают. Я просто что хочу сказать? Прекрасные люди. Зачем они этим занимаются? Вот я там, например, ничего не понимаю, там, в чем там. Зачем, или даже, пренебрежительно, зачем я туда пойду? Я этого не понимаю. Есть там небо. И ключевая проблема заключается в том, что нет понимания, что такое художник сегодня. По большому счету, все сбиваются стопы. Я знаю очень хорошо, Тим Черняков, мы здесь в Париже общались. Это прекрасный оперный режиссер. То есть, если на официантском геннале художники используют язык оперы для своей работы, и эта работа получает официантская война, это вовсе не значит, что теперь надо оперных режиссеров делать художника. Потому что для художника это не язык. Да? Это не опера, это не то, внутри чего он живет. Он просто говорит, давайте посмотрим на оперу сверху. И это есть жест художника. Понимаете? И так получилось, что... Я хочу сказать, что я... Когда был в Меднице, я всем... Значит, опять же, Саше Шишников, великолепный художник, работающий с пространством. Его эти скульптуры... Но там так много, что даже это терялось. В общем, я, честно говоря, хочу сказать, что я просто рад за всех участников, что этот этап прошел. Это для нас, для всех может быть такой... В конце концов, ничего страшного не произошло. То есть, условно говоря, премию, наверное, нам бы не дали и при другом комбинации. Просто на будущее, что ли, там... Значит, зачем участвовать? Зачем вообще делать проекты? Есть три варианта. Первый вариант. Хотим победить. При этом мы хотим победить. Мы знаем, кто жюри. И мы понимаем, что это люди из той самой современного искусства. То есть, мы должны быть, ну... То есть, условно говоря, сверх мейнстрим тогда проект делать. Второе. Мы не надеемся, ну, как черногорский проект, мы в этом будем очень симпатичны. Мы поддерживаем мою институцию. Никто не надеется на победу. Но есть какая-то внутренняя жизнь в Черногории художественной, и мы поощряем. Мы вот говорим, ты будешь представлять в этом году страну. Это уже медаль. Ты уже выбрал в тот момент, когда ты выбрал. Это значит, что этот человек, который, ну, эти два года активно работает. Допустим, мы бы видели выставки, там, в которые пришел и решил, что он теперь художник. И, действительно, нам это понравилось, и мы это, куда-то это, ну, как бы, перевесли. Либо это действительно художественное высказывание, которое предельно важно куратору, который, наконец-то, ну, как бы, добрался до вот этой площадки и хочет что-то очень важное сказать. Тогда нельзя вот это вот студенчество. То есть, мне кажется, что уход вообще от художника Конституции, от куратора Конституции, это уход от ответственности. То есть, получилось так, что Эрмитарс выступил в роли некой такой очень престижной и отведающей всякие сомнения крыши. Аккуратом был, ну, Михайловский, который просто... Я так вот сегодня знал, что это он звонил, а не самый художник. Ну, то есть, как бы, вот. То есть, эта ситуация, конечно, ну, в общем, она всем нам мог. И еще раз говорю, что с большим летитом отношусь ко всем персонажам этого неудавшегося эксперимента. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что я дам слово Саше, что уже писает. Вы сказали, Марат, Саша. Ну да, после Марата мне в сам раз сейчас выступать. То есть, нет, ну, конечно, сказать, что проект... Ну, видите, мы опять скатываемся в какую-то инсанскую эту яму, да, через которую я прыгал уже на щепень. Ты можешь не комментировать слова Марата, ты можешь говорить все, что ты хочешь сам в мельсе следовать. Да-да-да, я сейчас... Мы еще пока не тяну. Ну, еще какой-то такой стресс, да, как бы, о котором Марат тоже говорит, о стрессе художника и вообще всего остального, в сутки. Сейчас я как бы представлю обоих художников, да, все-таки я никакой не куратор, хотя есть какие-то тоже приключения. Но, то есть, для меня стало важно, да, наконец-то, да, вот этот сам вопрос, этот куратор, куратор, что это вообще за персонаж в моей, как бы, жизни, да, в моих практиках. Ну, то есть, с одной стороны, Семен Ильич, который меня пригласил в эту историю, что и вот этот звонок в каре ночной, ну, просто это важный, наверное, да, такой интимный момент, ну, как бы, который переворачивает, блин, как бы, с одной стороны на другую сторону, да, и говорит, вот, есть такая история. То есть, я имею в виду, что есть, ну, как бы, куратор, как некий звонок из полиции или еще из какой-то стрессовой команды, которая так или иначе тебя выдергивает из твоих размышлений и размагничивает, и намагничивает какую-то совершенно другую, как бы. Мне кажется, что каждый художник, в принципе, еще должен попробовать сразу быть куратором в выставке. Это очень полезная практика. Вот. В моей, ну, и вот этой выставке, которую я делала, я иногда ловилась на усилии, что я чувствую себя, у нас как-то, помню, у меня сильное впечатление было произвело, приходил спецовед, и вдруг из такого уважаемого института и думал, как я ненавижу художник. И я вот после опыта своего, там, вот, десять-пять лет, вообще, иногда, делая какие-то такие дизайки, ловлю все равно мыслить, как я ненавижу художник. Поэтому каждому художнику очень полезно как раз в жизни быть куратором. Понимаешь очень много. Понимаешь, начинаешь понимать и начинаешь осознавать, и недостаток своего как-то выстраивания выступления и отношения к другим людям. И еще важный момент, хочу сказать, мне кажется, очень важный. Вернемся к первоначальному и началу выступления. Мне кажется, художник в любом случае, если он берется, даже если это какая-то конструктуальная история, он выстраивает группу. Их уйдет через образ выставки. То есть, он мыслит все-таки категориями видимыми. А куратор, мне кажется, выстраивает текст. Ну, как мыслит категориями ну, соединяет их как текст. Ну, чаще всего. Даже если он говорит, что все-таки он хотел бы сделать, чтобы все это было видимо, представлено, как бы из зрения и так далее. Но художник, мне кажется, все-таки более чисто подходит. Простите. Спасибо большое. Я дам аплодисменты. Мне пришел куратор, товарищ. Или художник куратор? Как? Надеюсь. Ну, вот мы забываем, может быть, правду, что правду. Что, в принципе, художник довольно больной, как бы, на голову человека. Ну, так, в любом смысле. Спасибо. Ну, сейчас я запишу. Мне кажется. Ну, как аплодисменты и общественность все-таки работают не с художником, а с тем, что художник делает. Да? Ну, как бы, с некими объектами, которые он так или иначе поражает. Да? И, собственно говоря, эти объекты уже более-менее адекватные. Так или иначе можно в будущее отправить в это будущее. В художниках все-таки довольно конечен, да? Хотя есть художники какие-то бесконечные. В этом смысле тут же он фигура Куратора уходит куда-то, да? Ну, я имею в виду, что как только мы представляем такие довольно внятные цельные персонажи, ну, даже вот Сакуров, мне кажется, ну, бессмысленно как бы эвакуировать или что-то такое делать. Ну, это какая-то ерунда. Да, да. В смысле того, что это, как бы, мы не понимаем, кто там входит. Ну, и мы как бы. Ну, то есть, какая коммуникация какая? Какая коммуникация? Вот, надо возвращаться к будущему, да? Я имею в виду, что с одной стороны, я сейчас много лет уже занимаюсь манерой, и вот уже у меня апоксикоз от материального, да? Ну, как бы, все больше и больше венец, апофеоз, так сказать, да? Я, так сказать, еще мало этой фанеры привез, что больше, как бы, совсем. Я думаю, что многие должны понять, в общем, о чем речь. Но и перейти, как бы, к ненатериальному, да? Собственно говоря, чем вы занимаетесь сейчас активно. Где... Ну, вот это касание активное, да, вот когда мы опять к рекламу, то есть, да, к снайперсу, где мы прямо, вот я понимаю, что я смотрю на вот эти носки, это какой-то, вот как археологические раскопки, палеолимфы, да? Там 40 тысяч лет до душе, это у меня восторг, когда я раскапываю какое-то поселение, да? Ну, вы понимаете, да, о чем речь? Ну, вот это как-то уходит все, вот эта археология, и, ну, чувственная природа, это тоже с одной дисциплиной, она куда-то уходит, поскольку все стали художниками, и практически нечего будет трогать. И тогда, мне кажется, вопрос встает о том, какой орган должен вырасти у этих зрителей, у раков, в том числе и художников, которые будут это все как-то ощущать. И, собственно говоря, мне кажется, сейчас важно заниматься выращиванием этой третьей руки, третьего глаза, там, из-за третьего уха, ну, чего-то такого, да? что-то с телом должно произойти, прежде чем закончится вот эта эпоха ну, художника и всего остального. Поэтому, видимо, будущее далеко еще. Вот как только у нас появится, вот хотя бы хвост что-либо носит, ну, вот что-то такое, физическое изменение тела произойдет, ну, тогда мы, опять, о чем-то мы... Вот что такое художник сегодня? Ну, сегодня художника... Никто не понимает, что это художник сегодня. Вот сами художники не понимают, что это художник сегодня? Или там вопрос? А... Сегодня? Сегодня? Ну, я как была, как я сказала, в таком смысле, для меня это, как сказать... это инструмент познания мира вокруг себя, и поэтому это какая-то сущность моя, которая меня не объявила. Я тут хотела некоторые ссылки на полях. Опять же, здесь и равно нашим кураторам на панели, потому что такая разгожая куратор, то есть, она родилась не для, что хороший это мертвый как известно. поэтому есть замечательные кураторы, которые делают нестающие выставки, вот, объектами, которые уже существуют. Они, как сказать, это такая игра вместе, но в очень хорошем высоком смысле слова, что вы берете объекты под свои концепции и ставите их в такие положения, как игровые, когда придаете новый смысл того, что уже существует. В этом смысле, конечно, художник может это лучше, или лучше, чем живой, поскольку обычно художник пытается научить, то есть, не научить, сказать, каким образом можно его продавать, поставить куда-то, или невозможно. Поэтому иногда если художник может быть кураторами, как глажисты, то есть, это такой рейтинг, поэтому, мне кажется, концептуальность может быть хорошим куратором. И реальность я этим занимаюсь. И очень интересные вещи получались. с живыми художниками, я думаю, с живыми художниками, куратором работать очень трудно. с живыми художниками. даже на последней я видела самые интересные проекты это либо мертвых художников, например, полная потрясающая выставка, либо проекты одного художника, где художник создает свое отношение, свои дискурсы, и это получается более ценно. А так очень трудно. Да, а так очень трудно работать. Спасибо большое. У меня вопрос к клинике. Есть разные профессии. Помимо художника-куратора мы такую позицию сегодня выстроили, есть критик, искусствовед, дизайнер, архитектор. Опять же, художники тоже есть, есть художники-оформительные, которые там знают. Вопрос такой, кто больше всех мешает художнику? Художнику. Кто мешает художнику? Есть художник, кто тебе мешает больше всех? Ну, без имен. Да, просто без имен. Смотря, где он мешает, в мастерской или когда его куда-то будут вытаскивать? Нет, ну вот есть жизнь художника, которая самодостаточная, которая отвечает над собой, вот, да, твоя жизнь. Кто тебе вот в этой жизни мешает ее вести, так и отдождается? Как художник, да? Ну, я не знаю, как тебе ответить, потому что сам себя мешает, через все, знаешь, в своих, в своих, как говорили тут, ограничениях, самосанзорах и прочих своих недореализованных каких-то работах, которые там спадываются и начинают там бродить в тебе и какие-то неприятные вещи вызывать и так далее. если на выставке, конечно, правда, все, кто успевался, они по поводу излишнего дизайна или по поводу чрезмерного контроля уратора или по поводу нет, потому что контроля бывает мечта, что кто-то придет и тебе все подскажет, но чаще всего он как тот же, да, я не знаю, я думаю, что Ян Фаббер делал из такого армитажа все-таки оставлял право волосы, да, как художник, а не как курантовская какая-то группа, все-таки его было последнее. То есть отношение куратора умного человека, который очень нужен художнику, чтобы часто даже вообще его как бы даже привести в чувство, чтобы он понял сам себя вообще, что он будет это очень часто встречается. Правда, часто я могу сказать. Кураторы в отношении просто прекрасны. Вот. А архитекторам, да, нужны, вот сейчас придет тенденция в Европе сделать выставки практически в виде дизайна в больших языках. То есть практически ничего туда не вставляя, не добавляя, не дополняя, доставляя это как... Ну, конечно, когда делается излишний дизайн или просто делается супердизайн или бастерный дизайн, то встает вопрос. Ну, это, конечно, присущи мегам, то есть только будем так говорить, да, то есть они стали исторически или вношно-исторически, да, это, конечно, сразу поворачивает все-таки всю историю процента для публики и для видосращивания с какого-то, с каким-то уже просто таким покреплением искусства, ну, как зрелище, да, но без. Вот, и поэтому какая-то тонкая выставка, которая выстроена тонким дизайнером, который работает совместно со всеми, это очень важно. и мешает, часто мешает смотрительницы в музеях, местные электрики, местные люди, которые спрашивают, можно ли мне включить, а те говорят, не трогают мой розеток, здесь никогда ничего не включали, а не отсюда, выключи свое шето пыркает, поэтому пойти с Культеной и стать будущим болтом в Русском музее это был такой шок, наверное, для всех обслуживающих людей, прекрасных, поэтому они только искренне думали, ты должен стать настоящим другом, это очень важно. поэтому вот мой ответ может мешать все и помешать все, если ты как бы в первую очередь не разобрался с вами, что же тебе надо просто спасибо спасибо очень понравилось помешание то, что все проекты наиболее ярко на Мейнане я подумал с ужасом что это проект сделано куратором получается кураторский проект которому не мешает художник извините сейчас я хотел спросить Кеба из Шоу вопрос что мешает художнику кто мешает художнику кто мешает сейчас художник не принимается я на приказ сказал что если ты торгался не уверен в том что ты делаешь то тебе может помешать все но на моей практике моему опыту если ты что-то задумал и это тебе очень дорого куратору идея и замысел то в принципе тебе ничего не не может вот ты обязательно сделаешь не сейчас но спустя какое-то время как-то жизнь изменится зайдет к другому боку что-то какая-то возможность появится еще больше вынесущего идею а появятся какие-то еще краски когда что-то уйдет что-то добавится то есть если дать решение если ты действительно загарен и что тебя не добавит потом говорится про страх то тогда конечно урода город а так конечно можно жаловать денег нет электрики плохие художник не тут пошел не может соответствовать твоим гениальным но я говорю что и в малых масштабах можно сделать хорошие пусть даже у тебя минимум свет я имею в виду материальных возможностей для создания пространства самые минимум если они есть вполне что это качество мы затронули все вопросы есть ли у кого-то из вас еще что-то рассказывает потому что маленький я хотела бы сказать спасибо художникам потому что каждый художник это прежде всего куратор самому себя и позиция была в начале двадцатого века маленький черновист и сюрреалист и потом каждый художник очень часто является братом других художников за это тоже второе спасибо третье спасибо тем художникам которые еще регулярно этой функцией занимаются и как Лена которая делает выставки как Люда у которой Александр в Чернобыле компьютер белый группа Север 7 которая занимается самоорганизацией как Иглея паразит ну это вообще невероятно не могу себе представить такая дикая ответственность вдруг они берут на себя еще вторую можно при том что он не боится быть художником а можно стать так спасибо большое на этом мы окончим спасибо всем кто нас слушал и удается поздравляем международных на этой сцене и еще раз